МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На место выехали 30 человек и 10 единиц техники. Горел гараж службы заказчика поселка Искателей. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Техника, которая находилась в гараже, не повреждена. Всего же в текущем году в округе было ликвидировано 12 пожаров. Погибли два человека. Причины последнего пожара с жертвой выясняются. Напомню, он произошел 5 июля. Горел двухэтажный деревянный жилой дом по улице Заводская. Возгорание началось на втором этаже в квартире одного из жителей строения. Погиб 83-летний мужчина. По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Сотрудники пожарного ведомства напоминают жителям округа, что при обнаружении пожара или признаков горения необходимо сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112. До прибытия пожарных принять меры по эвакуации людей и приступить к тушению пожара имеющимися средствами – огнетушителями, водой или песком. Отстают от графика выполнения планов дорожники и сельскохозяйственники. Капризная погода вносит коррективы. Если Нинецкая ЭПК отчаянно ждет, если не теплых, то хотя бы сухих дней и начала активного сенокоса, то в городской администрации до сих пор решают – косить или не косить траву по обочинам дорог, на улицах, в парках и скверах Наринмара. В чем проблема? Ответ был найден на планерке при губернаторе округа. Вопрос «косить или не косить» связан с благоустройством Наринмара, точнее, с его неблагоустройством. Если траву будем в городе косить, нет? Вот по оправлению мы собрали два мнения, и пока мы знаем – косить траву или не косить траву. И пока не пройдет с 12 дней. Одни города косить, но жалеть не надо. Глава региона Игорь Кошин посоветовал не жалеть придорожные сорняки и в ближайшее время привезти город, надлежащий окружной столице вид. Тем более, что трава в скверах – это не силос для коров. Косить можно даже под дождем. Чего не скажешь о кормозаготовке. Руководитель Ненецкой АПК Анатолий Чудочин на планерке доложил, что в этом году кормозаготовка снова идет с опозданием по графику, именно из-за погоды. Кормозаготовка у нас в связи с погодными условиями будет тяжелая. На сегодняшний день готовы у нас 150 тонн сенажа. В режиме ожидания находятся шесть сельхозорганизаций, Ненецкая агропромышленная компания, СПК РК «Заполярье», «Сула», «Великовисочный» и «Омский животноуческие комплексы» и СПК «Харп». Ждут погоды и дорожники. Наринмарт Доримстрой уже отстает от графика на две недели. «На концу недели заканчиваем федералку. Будет в течение двух недельного до 41 съезд будет до конца месяца по федералке. Новое устройство, будут пробки. И приступаем к Первомайской, дальше Ленина, город закрываем. Ну, также новые стройки авиаторов, рыбников, сосов. Специалисты и техника на этих участках работают и днём, и ночью, что, конечно, вызывает недовольство жителей города, отметил Владимир Низьев. В адрес организации уже поступают письма недовольных. Жалуются, конечно, на шум. Деваться не было, срочно надо работать. А кто пишет? Работники или… Ну, это с… Жители. Да, жители. Жительница написала на уровне грамотно, на все статьи определённо. Жить невозможно. Ещё раз услышать шум. Ну, бульдозер. И, ну, что-то, хорошо. На предприятии жалобы понимают, но просят перетерпеть временное неудобство. Ведь город ждал ремонта дорог не один год. Ещё один важный вопрос, который не зависит от погоды, обсудили на губернаторской планёрке. Руководитель департамента региональной политики Виктор Ильин рассказал о предстоящих выборах. 13 сентября в единый день голосования пройдут дополнительные выборы депутатов в городской совет по многомандатным избирательным округам, центральному и портовому. Кроме этого, назначены выборы главы муниципального образования Телевисочный сельсовет и дополнительные выборы одного депутата по многомандатному округу номер один. Также пройдут досрочные выборы главы муниципального образования Великовисочный сельсовет. Кроме этого, жители округа примут участие в выборах губернатора Архангельской области. Все избирательные комиссии сформированы и приступили к работе. На сегодняшний день идет выдвижение кандидатов от политических партий и самому движенцу. Кроме этого, на планерке доложили, что Департамент природных ресурсов и экологии удовлетворил просьбу рыболовов-любителей. Путевки начнут выдавать с 15 июля в Центре природопользования по адресу улица Рыбников, дом 1А, кабинет 8. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Норинмар претендует на звание одного из самых безопасных городов Арктики. Столица региона вошла в пилотный список вместе с Норильском и Анадырем, где будет внедрена система «Безопасный город». Это произойдет уже в нынешнем году, сообщил глава МЧС Владимир Пучков. Основные концептуальные подходы уже реализуются. Мы отработали все элементы научного сопровождения. Это мощный программно-аппаратный комплекс, который позволяет обеспечить эффективную работу городского транспорта, социальной инфраструктуры, обеспечить безопасность на основных магистралях, устойчивую работу всей системы жизнеобеспечения населения, энергетики, коммунального хозяйства, лифтового хозяйства и всего, что окружает жизнь человека в городах, отметил глава МЧС. Самая малая часть безопасного города в Норинмаре уже есть. Еще в прошлом году в тестовом порядке запустили три терминала гражданин полиции и 20 видеокамер. К осени их число достигнет 60. В здании регионального управления МВД оборудован центр мониторинга, куда стекается вся видеоинформация. Сейчас ведутся работы по установке и наладке комплексом. Они завершатся осенью. Данная система станет составной частью глобального безопасного города. В регионах он появится к 2020 году. К этому времени система станет настолько умной, что сможет выполнять более серьезные функции, чем просто наблюдение. Система будет способна распознавать некоторые виды административных правонарушений и преступлений. Например, такие как превышение скорости движения, транспортных средств, пересечения сплошной линии, обгон в неположенном месте, ну и другие преступления, административные правонарушения. Возможности системы позволяют не только это все записывать, выявлять, но и сигнализировать оператору о том, что именно на этой местности происходит преступление, либо административное правонарушение. Система «Безопасный город» будет способна проводить интеллектуальный анализ видеопотока, вплоть до распознавания лиц преступников, находящихся в розыске. В школах Красного, НИСИ и ОМА с 1 сентября начнут преподавать национальный язык. В такую школу они детей не поведут, жители Красного бьют тревогу. Заговорят по-ненецки в списке школьных дисциплин пополнения. Нешуточные страсти разгорелись в Красном вокруг новой школы. Здание сейчас разваливается чуть ли не на глазах. По мнению местных жителей, несущие конструкции могут рухнуть в любой момент. А ведь учебное учреждение еще даже не достроили. Отдавать своих детей в такую школу многие родители уже отказываются. Говорят, это опасно для жизни. Строители с доводами людей не соглашаются. Они убеждены, что здание за 400 миллионов рублей возвели согласно проекту, без каких-либо отклонений. Мнение сторон выслушал Олег Хатанзейский. Не боюсь. Боюсь от чего конкретно? Ну то, что упадет там что-нибудь. О недетской проблеме в поселке рассуждают даже будущие первоклашки. Однако больше всех обеспокоены родители учеников. Изольда Чебыкина мама пятерых детей в новой школе работала и поэтому видела, как ее строили. Школу строят вообще халтурно. Боимся детей в школу запускать. Вдруг крыша рухнет. Или там еще что-нибудь опасно. Надо комиссию созывать, чтобы осматривали. А если молчать? А что молчать? Потом же, мы же себе хуже сделаем. Надо все это излаживать сразу. Многодетную маму поддерживает Александра Поровицына. Она, кстати, тоже многодетная. В этом году ее дочь идет первый раз в первый класс. Но женщина все чаще задается лишь одним вопросом. А пойдет ли вообще отпускать, говорит, страшно. Сами строители говорят, что туда опасно работников, ой, детей вернее отдавать, сами работники, что рано или поздно там что-то обвалится. Там ручьи, говорят, страшные текут. Там лестница очень опасная. И как бы штукатурка везде валится, окна вот садятся. То есть как бы, не дай бог, где-то во время урока лопнет стекло и попадет в детей. К строительству здания школы приступили в декабре 2012-го. Ровно через два года учебное заведение должно было распахнуть свои двери, но процесс затянулся. Архангельский подрядчик компания «Леро» опаздывает уже на 8 месяцев. Новую школу строители теперь обещают возвести к середине августа. Где тут развалится? Вот, снимайте, смотрите, как может тут разваливаться что-то. Это все наговоры. А школа нормальна. Впрочем, сомнения в нормальности остаются у главы сельсовета. Виктор Таратин и от людей слышал, и сам лично видел, как в здании осыпалась штукатурка. Но что это, брак при строительстве или материал некачественный, сказать не может. Руководитель поселения уверен в одном – школа поселку однозначно нужна, при этом безопасная. Я знаю, что были проблемы, вернее, я сам видел, что были проблемы, скажем так, с потолком в спортзале. То есть там тек конденсат или вода. Также знаю, что там есть работы по переделке, то есть были соответствующие выданы приписания, и строители устраняли эти недостатки. Насколько качественно они сделали, сказать не могу, но это покажет время. Но мое мнение, что вот именно плоские кроли на севере, они не оправдывают себя. То есть это явно замечание к проектантам. Заказчик объекта администрация Заполярного района от комментариев отказался. В управлении ЖКХ заявили, мы, мол, подрядчикам претензий не имеем. А вот у Гостроя жилнадзора вопросы накопились и к тем и другим. Инспекция во время строительства здания школы выявила сразу несколько нарушений. Многие до сих пор не устранены. Вот только одно из них. По результатам проверки составлен акт проверки, в котором зафиксировано, что на путях эвакуации в здании строящегося объекта школа на 300 мест в поселке Красное, а именно на лестничных клетках, радиаторы отопительной системы, выступающие из плоскости стены, размещены, как и ранее, на высоте менее двух метров. То есть общество не выполнило в установленный срок пункт 1 данного предписания. Родители учеников тем временем намерены добиться, чтобы здание строящейся школы еще раз, но уже основательно проверили на предмет качества. Ведь новый учебный год уже не за горами. Отдавать своих детей в эту школу жители Красного не намерены. Они говорят, пусть уж лучше в старой получают образование, а так спокойнее будет. Алихтанзейский, Сергей Качугов, Телеканал Север, Красное. Ненецкий язык будут изучать в 13 школах округа. Не факультативно, а как обязательный предмет. Вот так звучит настоящая ненецкая речь в эфире нашей телерадиокомпании. Часто ненецкий язык можно услышать и в программах Теневана. Необходимость владения национальным языком подчеркнула Юлия Талеева, ведущая программы «Аргиш» на радио Наринмар-ФМ. Человек, владеющий своим родным языком, владеющий другим языком, это человек, входящий в несколько культур. Мы же с удовольствием изучаем культуру русского народа, с удовольствием говорим на русском языке, читаем, пишем, говорим в большинстве. И так же у нас должно быть и со своим родным языком. Большую роль должны здесь сыграть и наши родители. Владение национальным языком зависит не только от родителей, поэтому в округе принято решение, что ненецкий язык вводится в школе-посёлка Красное с 1 по 4 классы, в НИСИ с 1 по 9, в ОМЕ в 3, 4, 6 классах. В качестве обязательной дисциплины ненецкий язык в прошлые годы изучали 616 детей. В ненецкой школе-интернате имени Пырерко, школе-посёлке Ваучейский, санаторной школе-интернат на Рейнмаре и в школах 10 сельских населённых пунктов. Харивер, Андик, Бугрино, Нельминнос, Каратайка, Устькара и Индига. Методические рекомендации для педагогов разработали в региональном центре образования ненецкого округа. Для организации качественного обучения и дисциплины необходимо обеспечить школы учебниками и оборудовать кабинеты. Финансовые средства на эти цели выделены в рамках социально-экономического сотрудничества с недропользователями. До конца текущего года будут закуплены и поставлены компьютеры, интерактивные доски и другое оборудование. Более трёх миллионов рублей будет направлено на печать учебных пособий, букварей, дидактического материала, методичек для преподавателей в издательстве просвещения. Татьяна Поздеева, Ирина Цепитова, телеканал «Север». Если вы хотите присоединиться к изучению родного языка народов Севера, включайте свои радиоприёмники ежедневно в 8 часов 45 минут на частоте 102,5 и слушайте рубрику «Уроки Ненецкого». На нашем телеканале продолжается цикл программ «Закалённое Северо». Главный герой – первопроходцы арктических недр, буровики, строители и механизаторы. Мы рассказываем о тех, с кого всё начиналось. Более 130 рейсов из Архангельска, Москвы и Санкт-Петербурга обслужил аэропорт Наринмара за июнь. Кроме того, дважды был организован чартерный рейс, который доставил детей в Симферополь на летний отдых. По плану осуществлялись авиаперевозки вахтовиков. На местных воздушных линиях в июне было выполнено 94 рейса. Услугами Наринмарского объединённого авиаотряда воспользовались более 2000 человек. Летнее расписание выглядит так. Рейс 10.79-10.80, Наринмар, Нижняя пёша, Снопа, Ома, Вижа, Снесь, Вижас, Ома, Снопа, Нижняя пёша, Наринмар. Каждый вторник и четверг 8.50. Рейс 10.45-10.46, Наринмар, Нижняя пёша, Волоковая, Нижняя пёша, Белушьи, Нижняя пёша, Наринмар. по четвергам в 9 утра. Рейс 10.45, 10.46, Наринмар, Нижняя Пёша, Волонга, Волоковая, Нижняя Пёша, Белужья, Наринмар. Вылетает в третий четверг месяца в 9 утра. Рейс 10.47, 10.48, Наринмар, Нижняя Пёша, Снопа, Ома, Несь, Нижняя Пёша, Наринмар. Выполняется по пятницам в 9 утра. 10.99, 11.00, Наринмар, Нижняя Пёша, Несь, Чижа, Шойна, Чижа, Несь, Нижняя Пёша, Наринмар. выполняется по средам 8.45. Рейс 10.69-10.70 Наринмар, Нижняя Пёша, Ома, Несь, Ома, Нижняя Пёша, Наринмар вылетает в среду в 9 утра. Рейс 10.43-10.44 Наринмар, Лабожская, Коткина, Наринмар выполняется в среду и в пятницу в 9.20. Рейс 10.81-10.82 Наринмар, Индиган, Наринмар в понедельник и пятницу в 9 утра. 10.91-10.92 Наринмар, Харивер, Харута, Харивер, Наринмар в четверг в 9 утра. Рейс 10.91-10.92 Наринмар, Харьяга, Харута, Наринмар повторником в 9 утра. Рейс 10.49-10.50 Наринмар, Харьяга, Харивер, Наринмар повторником в 9 утра. Рейс 10.87-10.88 вылетает из Наринмара в Усть-Кару и обратно в Наринмар по понедельникам и средам в 8.40. Рейс 10.95-10.96 из Наринмара в Каратайку и обратно в Наринмар по понедельникам и средам в 8.40. Рейс 10.97-10.98 из Наринмара в Каратайку, Варнык, Вамдурму в Каратайку и обратно в Наринмар. Вылетает 18 июля, 1, 15 и 29 августа, 12 и 26 сентября. Рейс 10.89-10.90 из Наринмара в Бугрино и обратно в Наринмар по субботам в 9.40 утра. В эти населенные пункты рейсы выполняются самолетом Ан-2 и вертолетом Ми-8. Мы продолжаем цикл программ «Закаленные севером», где ветераны геологоразведки вспоминают, с чего начиналась большая нефть в нашем Ненинском округе. Как в условиях Крайнего Севера закалялись характеры и устроились судьбы многих тысяч первопроходцев арктических недр – буровиков, строителей, механизаторов, руководителей экспедиции. Как с нуля возникали новые поселки и возносились ввысь все новые и новые буровые вышки. Если бы представилась мне такая возможность еще раз прожить жизнь, или я как-то родился, или вдруг молодым стал, ну если бы, да, я бы прошел этот путь еще раз и не пожалел. Новый герой программы «Закаленные севером» Михаил Дороздов сейчас живет в городе Архангельске. В далеком 69-м он приехал в Наринмар молодым человеком и прошел путь от помощника дизелиста в Наринмарской экспедиции до старшего механика вышкомонтажного управления. Сегодня его память цепко хранит моменты обычных трудовых будней, когда от мороза ломались механизмы, а люди выдерживали. Настолько от мороза настывал металл, что вот где трубы, свечи свинчиваются, отрывалась резьба. 70-е годы прошлого века – годы интенсивного становления геологоразведки в Ненецком автономном округе. Тысячи людей прошли через горнило экспедиций, поисковых работ в тундре, результатами которых и сегодня пополняются за корма страны и нашего края. И по воспоминаниям ветерана, это было поколение, посвятившее поискам нефти и газа большую часть своих жизней. Шапкинская, 22-я, потом на 10-е Ярию, потом вторая Лая, четвертая Лая, Энзерейская, 300 километров от Нарьемара, Ашкатинская. И вот везде так был подобран коллектив, люди были в то время, какой-то другой закалки, как-то воспитанные не так, как сейчас. И они действительно закалялись севером, суровыми условиями арктических метелей и морозов, вследствие чего менялись их характеры и судьбы. Мировоззрение становилось более глубоким и устойчивым. Они знали, что трудятся не только на себя, но и на завтрашний день своей родины. Андрей Чуклин, Михаил Лапшин, Телеканал Север.